Московский храм на Сивцевом в Рашке отметил престольное торжество, память святых Афанасия и Кирилла Александрийских. Церковь чтит святителей за их многолетние труды в утверждении догматов православной веры в борьбе с ересями. Сюжет Галины Ледвиной. Престольный праздник старинный храм встретил во всем своем благолепии. Благодаря трудам настоятелей и прихожан он высиял заново год назад. Его великое освящение совершал сам святейший патриарх. До этого на протяжении 60 лет советской власти здание использовалось под разные хозяйственные нужды. День памяти святых Афанасия и Кирилла Александрийских прихожанам запомнится совместной молитвой с митрополитом Истринским Арсением. В воле предстоятеля Русской Православной Церкви владыка совершил праздничную божественную литургию в этом храме. Благодаря Господа нашего Иисуса Христа, при любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Перед Святым Престолом владыка совершал таинство и возносил молитвы о Святейшем Патриархе, Святой Апостольской Церкви, монахах, воинах, мирянах, прихожанах храма и всех православных людях. Был пропет молебен Святым Покровителем Храма Афанасию и Кириллу Александрийским, память которых церковь совершала в этот день. Обращаясь к молящимся, митрополит Арсений отметил желание общины совершенствоваться и жить по уставу церкви. Это большая заслуга пасторя, который с указом-то пришел один, а смотрите, община уже собралась достойная, которая смогла услышать его слово. И слово его легло на сердце каждого из вас. И каждый из вас стал часть себя отдавать этому винограду. И очень приятно. Батюшка никогда-никогда и никуда не спешит, и служба продолжается спокойно, равномерно, дающая каждому утешение и чувство духовного удовлетворения. В проповеди Владыка отметил, что память святителей для верующего сердца всегда дорога, и особенно тех, которые отстаивали святое православие, жертвовали ради этого своей свободой, доказывая правильность веры в царских судах. В один день чтут память святителей Афанасия и Кирилла не случайно. Это установлено в благодарность за их многолетние труды в утверждении догматов православной веры в борьбе с ересями. Мне хотелось бы каждому из нас пожелать, чтобы он в сегодняшней жизни, изучая священное писание, а также творение отцов церкви, всегда бы был стойким праведным исповедником для того православия, когда бы это ни пришлось. Кругу своих друзей, кругу своей семье, или, может быть, в более грозных испытаниях, которые, если придутся на нашу жизнь. Настоятель храма протерей Михаил Осколков от лица духовенства и прихожан поблагодарил митрополита Арсения, первого векаря святейшего патриарха, за служение и преподнес на молитвенную память о храме и его прихожанах икону Пименовской Божьей Матери, особо почитаемую среди образов Богородицы.